Пожалуй, главное достижение нулевых для Украины это то, что в этом десятилетии у нас наконец-то появились самые настоящие байеры. То есть люди, которые действительно заинтересованы в продаже и продвижении одежды от украинских дизайнеров. Например, по просьбе байеров из магазина Пюре, дизайнер Саша Каневский сделал специальную коллекцию, где можно найти много всего интересного. У нас есть рынок, который готов покупать украинское, и у нас есть дизайнеры, которые могут делать на нормальном уровне. То есть в Украине есть потенциал, мне хочется его развить и раскрыть. За последние несколько лет в Киеве открылся целый ряд небольших бутиков, где всегда можно найти одежду от украинских дизайнеров. Их владельцы принимают живейшее участие в развитии отечественной моды. Заказывают дизайнерам капсульные коллекции одежды и нередко оплачивают их производство. Первая коллаборация, которая была, была с Машей Ревой. Это было в феврале 2010 года. То есть она запустила капсульную коллекцию с нами. Мы вложились, инвестировали в пошив этой коллекции, то есть в покупку тканей, в оплату работы мастеров, которые это шили. И был достаточно успешный проект с Каневским, в котором мы тоже очень сильно участвовали с самого начала, с момента подбора тканей, заканчивая моделями, пошивом. Под конец 2000-х украинских дизайнеров начали активно продавать. Правда, пока что маленькие независимые магазины. Один из них – мануфактура, мы сейчас постараемся найти. Да, центр города. В агентстве по стилю мануфактура его создатель Валентин Брень активно устраивает презентации вечеринки совместно с молодыми и даже начинающими украинскими дизайнерами. Я наблюдал такое невероятное действие, когда девушка приходит, и она прям во всех самых трендовых вещах от украинских дизайнеров. И меня это так страшно зарядило, я таких мало встречал в Киеве. Благо, в последнее время в Украине в помощь байерам появляется все больше людей, пока что, правда, преимущественно женщин, готовых покупать одежду от украинских дизайнеров. Почему они предпочитают ее одежде от зарубежных мастеров? Этот вопрос мы задали двум очень разным, но определенно успешным женщинам. Для меня очень важно качество исполнения. И когда я выворачиваю вещь наизнанку, я вижу швы, для меня это очень показательный момент. И опять-таки, вещь это брендовая какая-то, какого-то итальянца или вещь украинского мастера. Если это качественно, значит это качественно. Анастасия Катеринчук, супруга народного депутата Николая Катеринчука. Конструктор одежды по образованию, Анастасия очень трепетно относится к качеству одежды. Свою первую вещь от украинского дизайнера Анастасия купила ровно 10 лет назад. Помню, как мы с мужем ездили в путешествие, и находясь за границей в одном из очень престижных дорогих бутиков, я была одета в джинсы как раз Лили Пустовит. И продавщица этого магазина, она так вокруг меня обходила, чтобы посмотреть, что же за бренд, что же за лейбл у меня сзади на джинсах. Ей было очень интересно. И я тогда с гордостью, не скрою, с гордостью сказала, что это украинский дизайнер Лили Пустовит. Главный редактор газеты «День» Лариса Ившина называет себя уважительным поклонником украинских дизайнеров. Первую вещь она купила у Лили Пустовит, еще когда та только начинала. Сегодня Лариса смело поддерживает молодых украинских дизайнеров. На каждый день выбирает одежду от Владимира Подоляна и Анны Октябрь, а Новый год будет встречать платье от Артема Климчука. Если тебе вещь нравится, и при этом ты чувствуешь себя патриотично, то это нормальное состояние. Вряд ли я бы стала носить что-то плохое только потому, что это патриотично. Не нужно, чтобы наше, только потому, что наше, плохое, позже вас поддержка. Надо, чтобы все наши были лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова